Убедительная просьба, когда вам установить счетчики, не цеплять к этим счетчикам магниты, счетчикам холодной воды, горячей воды и электроэнергии, потому что приносят потом вот такой список, чтобы счетчик остановить. Да, счетчики электрические, они электронные. Мы их сдаем, мы их потом снимаем. Вы знаете, как в хорошем офисе, все интеллигенты, но ручки пропадают. Да, и сдаем на экспертизу, и потом заключаем экспертизу, чтобы было электромагнитное отречание в тех счетчиков. Чтобы сразу, мы вас рады. Хорошо, мы не пытаемся, понимаете, у нас встречное предложение охранить нам в счетчике. Ну как охранять счетчики, это ваше имущество, я сяду около счетчика. Вот мы их сейчас и охраняем тем, что их не ставят. В том договоре, который ЖЭК в первый раз прислал, там было написано, что ЖЭК должен иметь правоосвязочный доступ к этим счетчикам, к этим коробкам. Ну как он и имеет там же счетчик, потом снесут там какой-то счетчик из этой коробки из нашего имущества. Ключ у вас, кто снес вопрос, кому претензии. Окрайний, может, у него нет. Да, крайний, он нет. Нам ключик это фумырный. Ну что, ответственность на нас, в любом случае, задались отнесения. Здравствуйте. А я даже не знаю, что у людей в Кудракске, у вас есть. Конечно, протестанут. А у людей, уже и батареи, больше не меньше. Протестанут, но перечень стены, которые устроены. По техническому характеристику. Но если вы записали в журнале свои замечания, они приняты, там есть телефон. Вы конкретно по вашей квартире, вы по своей квартире номер такой-то, такого-то дома, оставили зауважение. Конкретно по вашей квартире. Какой у вас номер? Как ощущаю, что люди не живут. Ну, вы же хотите конкретно. Вы же им конкретно называйте номер квартиры. Вы видите, что вы записали в журнале. Когда они, какую иззаду в журнале, когда вы оставили. Раз вы записали в журнале, то есть, в контакте у вас прием. Вы сейчас проверим. Хорошо, я хочу узнать процедуру для каждого. Для каждого. Вам, это каждый инвестор. Нам не надо каждый инвестор. Мы в журнале, это журнале подрядчиков. Какая квартира, расскажите, пожалуйста. 170 тысяч. Какой дом? Зеленый. Ну, номер дома. Первый, четверг. Первый дом. Нет, две двери. Имели на 8-й? А мы в журнале селевые дом. Их есть? Конкретно, для инвестора. Вот он оставил... Дальше она вас вызывает. Тогда утромили замечания. Тот, кто воспринял эти заявления. Так. Хрущ, Наталья Васильевна. Или Дмитрий Сергеевич Иванович Выполнолок. Значит, или Хрущ. Должна вам позвольствовать, что ваши замечания устроены. Приходите, подписывайте. И все. Вы подписали дорого, значит, вы приняли квартиру. Еще раз можно... А когда это в ручке будет? Там есть ее телефоны. Вы представляете, если вы вышли, что мы их видим. Но они с вами поцелуют. Они нам не позвонят. Мы считаем, что замечания не исправны. Но вы можете поинтересоваться. Вы же сами можете поинтересоваться. У кого? У меня по телефону. То есть им звонят, Саша. Исправленные замечания, а кто у нас. В интернете мои замечания. Я перезрела весь журнал. Буквально-то три замечания. Группа вот эта вся собирают. И у всех есть в интернете замечания. Вы, поинтересуйтесь. Кроме интернета, настройки на... В таких совещаниях все собираются обменяться. Буквально. команду выставить доводчики идут и выставляют выставляют ручки и выполняется вместе с установкой то есть эту заявку я хочу сказать я скажу по этажам не на одну что мы видим стоят бедра с мусором ручки скрученные стеклопакеты разбиты и так далее будут заменены однозначно и мусор там сейчас взялся много где есть особенно в ящиках для счетчиков и прочего джек у нас будет принимать это все и мы будем убирать я не понимаю почему это не сделано нет это уже было один раз сделано и еще один раз было сделано и третий раз сделается ну а на пятый наверно уже мы оттуда уйдем и уже дальше этот мусор будет убирать кто-то другое когда принимается квартира и вы говорите запорная арматура то есть она стоит вам а вот если вдруг течь уже в квартире откуда же она пойдет запустить когда мы поставим программу отключим это будет до приема проверить на наличие течи в какой квартире водопровод так и там водопровода там же заходит труба только в квартире и все поставим запорную арматуру в квартире откроем на стояки когда зайдет трубы в квартире и чтобы наличие речи проверить это будет до приема манипулятор и потом это сразу открывать запишку на вашу квартиру будет после того как заключите вы договор жена жена дает команду включить воду такую квартиру но это мы не устраним эту печь я просто не понимаю откуда она там возьмется на кусочки отопление отопление я говорю мы говорим об обосновлении или отопление мы устраняем я вам на какой-то встрече говорил что есть такое понятие жилищный кодекс когда я предложил его почитать это вызвало ничего он не отменен это вызвало бурный смех так вы возьмите и не смейтесь а почитайте и там все написано сколько какое время за что мы как застройщики отвечаем джек послушайте эту информацию внимательно то что вы заложите в тарифы вот многие из этих вещей это в тарифы не закладывается это в тарифы не закладывается вот мы хотим посмотреть это в тарифы не закладывается рекомендованные как ремонтом и поточным ремонтом мы не занимаемся это однозначно поэтому то что они закладывают это в тариф наверное они правильно делают что когда то придется его ремонтировать но это уже не наше если что-либо по неистечению еще срока ну допустим облетела краска на стене понятно мы ее должны покрасить и то это не 10 лет а первый год все а в начале при входе уже облетела значит покрасим если облетела это куда надо Наташе написать в России нет это у нас ЖЭК не примет пока мы не покрасим а мы ЖЭК пока не доверяем мы хотели бы сразу сейчас увидеть уже результат она сейчас уже облетела новый дом мы заходим а у нас уже край двери все облупленное я не знаю где носит я говорю то что я вижу в начале дома вход вход в парадное я это тоже очень хорошо мы это уже устраним можно вопрос что у нас сносим в домах у них на 10-м на 10-м на 10-м на 10-м в среднем на 40-м на 90-м на 40-м Я сама лично просила вашего совета, я сама лично его просила, а вы сказали, нет, я не могу. С какой квартиры кто носит, вот кто-то, ну, знаете, в ответ на это, ЖЭК РОНОВАЯТО. Ваш сотрудник, вашего ЖЭКа сказал, что носит. Ваши РОНОВА, с какой квартиры? Неизвестно. Неизвестно, а там все, если есть. А следите, пожалуйста, что вы так все видите, не страшно смотреть. Вы это имущество, которые заходят. не знаю как можно с в в в в в в в Это выходит акт, вы заходите в картины, вы пишете замечание. Это принятие... У вас есть замечание, вы подписываете акт, замечание. Или вы не подписываете вообще ничего, разворачиваетесь и уходите. Приходите через неделю. В этом акте должны быть зафиксированы замечания, касаемые только квартир. Только квартир. Вы купили что? То есть даже там, где должен стоять мой счетчик, за которым я не соответствую, я уже этих замечаний не делаю. Что? Погнутый шкаф, например, элементарный. Ну так, если он погнутый, тогда по вашей логике все жильцы этажа напишут это замечание. Я всего лишь спрашиваю, что в этом акте должно быть. По квартире. Все остальное у нас принимает эксплуатирующая организация и она пишет. Эксплуатирующая организация, когда вы будете принимать УКГС, возможно организовать присутствие инициативной группы при этом приеме? Да. Подвалы спускаются, на крышу заходим. Да, ведь мы больше людей. Мы будем идти в подвалы, на пороги. Сидите на росту. Вы знаете, мы во всех присутствующих. Мы вот перед этой очереди входили в подвалы. Входили на трешки. В первой очереди все. Раньше, чем они уже зашли на ремонт. На выходных были же в подвалах и на крыше. Но можно зафиксировать. Фотофиксацию можно сделать. Если человек не разбирается, спросите в разбирающих. Ну не знаю, как. Открываюсь. Нет, это не поможет, это не поможет. Это в городе. Те, кто в городе и в городе. Это в городе? Что вы будете? Какие люди, который вы видите. Они хотят, чтобы интервью participar их условия нет. А вы выполните, что они были и получили. Вы выполнили в выбирайте. Вы выполните, что они были включены. Вы выполните, что вы в городе, 15 октября у нас начало поверьте мне, моему опыту, это крайне мало мы уже на критическом пути если мы еще месяц помитингуем я не знаю, что будет осень я на прошлой встрече говорил что наша задача войти в отопительный сезон с работающим дома со всеми системами, которые в этом доме есть чтобы они работают вот этому все подчинено вот когда это произойдет мы примете, вы громада вы маете право на ОСББ на что хочется там же написано в доме но мы должны сделать на осень нормально функционирующий дом все вот это вся основная задача с водой холодной, горячей с отоплением с лифтами со всем чем положено дому работать а можно вопрос? можно до 26-го говорили, что дадут воду вы послушайте вы послушайте вы затягиваете не мы вы затягиваете и вы говорите про какой-то крайний термин что у нас осталось 3,5 месяца это не власть это у меня осталось от того, что мы с вами говорим мои обязательства не меняются у меня обязательства я бы вам сказал осень нормально этот дом чтобы работал а там что между этими датами сегодняшней и тою яка это у меня все меньше 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 чтобы все решать у нас тоже касается что было 51% для чего? для отопления нет нет то есть у нас две блокировки и вы все равно ведете конечно мы ведете потому что нам уже говорили а право платить кто будет я не знаю мы не включит джек вам сказал что он не включит ну не включит и оно проверено и запущено это же разные вещи правильно? то есть включать будет джек а вы будете конечно денег вы будете платить джеку наша задача систему запустить проверить запустить ну если не будет оплаты то я ж допустим как я на любой джек не повлияю ни на этот ни на самый золотой самый золотой тоже отключат если ему не будут платить жильцы за потому что у него там их ключ на трассе просто на трассе так что пожалуйста кому вопрос задать что у нас по документам если выточнили когда мы сможем подписывать первые договоры собственности на каком этапе документы не подождать и по процессу да у нас там дошло адрес ну понимаете процесс работа канала киевэнерго монополисты они не хотят чтобы у них были долги по объектам вот хватит люди когда зафамили заселялись в доме подождите я договорюсь не не я сейчас договорю ты имеешь ввиду доплата доплата а доплата я думала доплата доплата тоже смотрят и спрашивают у жека а какой процент заселился потому что люди начинают делать ремонты и не хотят платить за коммунал значит у жека образовываются долги за воду за электроэнергию и так далее понимаете они тоже смотрят какой процент заселился поэтому эффективно должен быть интенсивно заселен как можно больше процентов мы на это мы можем правильно если я зайду а кто то ну посмотрите вот сейчас уже все могут смотреть свои квартиры и принимать квартиры по су-подряд вы уже записали им доведку что вы уже свою квартиру у вас уже там не вот поэтому мы предлагаем посмотрели свою квартиру нет у вас замечаний написали доведку уже у нас вот у нас есть такая бумажка мы пишем передана от строителей столько-то квартир у нее все меньше-меньше-меньше ей не надо в одну и ту же квартиру 10 раз у нее уже там не 200 сколько тут у вас квартир опускай и 250 до 249 завтра будет 200 и так далее все общестроительную часть закончу еще там нет счетчиков нет но в общестроительной части нет я хочу сказать смотрите нужны два квартира да у меня две квартиры над зеленым в одном разе я в оранжево вообще не ходила как-то пошла то появилась какая-то ну или все-таки пенопласт какой-то куча 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 я конечно не будет потому что ключи у вас тоже будет входить ключи если вы подпишите договор и принесите квартиру знаете что сказал Наташа пока не подпишите договор с Жейном то вам ключи нет подпишите подпишите договор подпишите акт приема передачи квартиры и ключи вам уже никто туда не будет у нас многие задают другие вопросы мы хотим обойти а ЖЭКам мы так говорим подпишите потом ЖЭК и бегает ищет жильцов чтобы платили коммунальные требования мы же все нужно в первый раз это понимаем мы не сможем приезжать приезжать а зачем нам платить коммунальные требования мы не сможем а зачем нам платить коммунальные требования даже на этом этапе на сегодняшний при заправлении этих документов в записании можно уже рассматривать вопрос о том что вы заходите в инвестиции это тоже время потом все живые для меня это тоже время пока вы сделаете электроразму санкетическим разумом да нам всех минуточку украшаем давайте послушаем центр информации сотрудника будут возвращать там можно возвращать официально квартиру по имущественные права у кого имущественные права есть два вида регистрации квартиры есть имущественные права есть материальные договоры возвраты окончательные расчеты будут у каждого одинаковые если вас возродили компания вы приходите мокрые 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 макрые мокрые мокрые моплот и р мы м на в �� но только в августе, в конце же. Так, как у вас вопрос о правочаре о плате припаспорта? Нет. Мы будем стараться как можно быстрее, потому что вы в этом заинтересованы, и мы заинтересованы, что вам уже отдать, чтобы оформить право собственности и развивите счастье. А вот это реальным договорам? По реальным договорам. Так же само будут окончательные расчеты. Вам звонят, говорят, что необходимо делать, или доплатить, или вернуть. На вас будет подписание основного договора. Основной договор вы подписываете в том, случае, когда компания на себя оформляет право собственности. Сначала компания оформляет вашу квартиру на себя, и потом передает. Сколько времени закрывает этот договор? Заказный договор 90 дней с момента регистрации. Компания сначала регистрирует на себя этот договор, квартира ваша, и потом передает вам квартиру на протяжении 90 лет. Да, 3 месяца еще. То есть после получения адреса, да, это готово? Да. После получения адреса, потому что нам необходимо для того, чтобы с вами рассчитаться, и почтовый адрес, чтобы подготовить технические паспорта. Технический паспорт – это документ, который останется на квартиру у вас навсегда. Он не будет менять. Восъездник, Иванова, там, финанс, квартира 55, все. Нам нужен этот документ для того, чтобы рассчитаться с вами и передать квартиру. По имуществным правам это быстрее, по нотариальным чудовищам. Имущественный договор – это договор первый договор. Имущественный первый договор, да, который у некоторых на белых бланках, у некоторых на голубых бланках, но вы не подписывались нотариусу, вы подписывались он полностью. Спасибо. – Если мы не успеваем получить, то получается отопление. – Почему? – Вот 90 дней, и неизвестно, сколько раз. – Это право собственное. – Это право собственное. – Это право собственное. – Не зависит. – Мы сейчас говорим о том, еще раз давайте поговорим, чтобы уже не возвращаться. – Давайте. – Вы заключаете договор на основании своего договора. – Вот это. – Там же, насколько я знаю, что у вас личная договора. – Да. – У вас личная договора, а у вас давили не может. – Да. – Вы получаете авт, вы получаете или к нотариусу своему, или в готовое через нашу подгонку. – Вы заключаете договор. – Жек, на основании своего договора. – Все. – Дальше, всю процедуру, и, наверное, все, ну, к счету, заходите на ремонт, оплачиваем, оплаживаем, и щеков, и мэри, и мэри, и мэри, и мэри, и мэри, сделаете ремонт и ждете мне. – Ну, это для вас, да, чтобы 99 годов. – Или сам его. – Нет, я тогда. – То есть, да, если вам приобретет, если можно при вашем наличии, он может быть плавным. – Правильно. – Если вас за один чай, если вам платят. – Да. – Ну, вот и быстрее. – Может сделать. – Это не плав. – Ну, если, например, еще, вот, реально нужно понять. – Да, когда получают адрес, – Да, это, наверное, что-то звонили, что-то, что-то плачет. – Или нет. – Еще. – Если есть, когда-то процессы. – Вы поздравили, что-то у нас, что-то у нас, что-то у нас. – Я знаю, что-то у нас. – Вот, вы уже начали для того, чтобы вы получили вот эту тысячу гривен. – Да. – Зато сегодня уже доброго, как постоянные, у меня на выдаст логея и я же шло. – Потому что, они вам ваше – зашла, на каждую демонстрирую. – Приватбанк выдает власть в тех, кто просто еще не отещает. – Я его тормозить на сегодняшний день не знаю. – Но когда люди приходят за мной, они, 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 для возврата, что-то. – Да. – Да. Перенести забор и убрать кабель. Субтитры создавал DimaTorzok